всем привет с вами марат сутаев в магазине шутерман в своем нахожусь и до этого я снимал ролики в которых рассказывал как выхватывать пистолет как это как то люди начали повторять отправляют мне видео и получается я смотрю а опять-таки куча ошибок о которых я сегодня хочу рассказать почему потому что возможно что-то не запомнивали возможно что-то не посмотрели но да у них получаться стало быстрее красивее они тоже говорят были бы так круто но я вижу огромное количество ошибок я им говорю и каждому каждому поэтому сейчас я распространяю расскажу вам о каких-то ошибках и расскажу как их и исправить смотрите первое люди вытаскивая оружие наклоняются чуть в сторону под ним вытаскивать пистолет выводят на снимают предохранителя потом только патрон вот здесь и досылает его как тягивают правую руку назад вперед а потом выводят вперед это очень неправильно это очень долго и почему это неправильно во первых а когда вы вытаскиваете пистолет нельзя ни в коем случае поднимать одно плечо и вытаскивать отдельно пистолет почему у вас есть прямая линия на которой вы смотрите на цель и после выхватывания пистолетом вам на эту линию нужно вывести только прицельные приспособления и после этого сформируется прицельная картинка если вы делаете так то у вас прицельная линия уходит от цели и потом вам надо вернуться обратно и поставить на нее мушку с целиком а это очень сложно на это уйдет небольшие доли секунды теперь вторая ошибка рука левая не работает во время выхватывания пистолета у вас я не знаю почему все вытаскивают вот так вытаскивать пистолет надо достать патрон ставят руку засывают и отправляют руку вперед не стоит так делать когда вы делаете одинаковое движение двумя руками вы можете сделать это очень быстро сделать одной рукой вот так быстро это очень сложно вам легче поднять обе руки одновременно вверх и ощущение в голове должно быть как будто руки получили ожоги то есть вы стоите и резко кончики пальцев на них попало пламя то есть вот так для чего это нужно это вы сделаете очень быстро то есть вот таким движением даже ударьте себя в грудь не просто поднимите руки она должна быть напряжена а надо они должны быть напряжены обе одинаково то есть вот вот это движение ну еще нужно поднять обе руки когда вы поднимаете обе руки правая рука немножко медленнее потому что ей нужно вытащить пистолет левая рука уже ждет здесь она находится там где надо дослать патрон в патроне и вы должны это сделать так не нужно тянуть левой рукой на себя когда вы тянете левой рукой на себя вам приходится остановить пистолет рука приходит сюда вам нужно вести руку вперед и это руки руке приходится догонять и хват формируете вы далеко от себя при при варианте когда вы толкаете правую перезарядка получится гораздо быстрее вы будете действовать как как морская волна то есть вытягиваете оружие снимаете сразу здесь предохранителя выводите на линию правую шалкаете и не размыкая хват делайте выстрел хват сформируется у вас уже вот здесь близко к себе очень удобно очень хорошо и ставите обязательно предохранитель еще покажу вот здесь снимаете с предохранителя уже в этом месте не здесь отдельным движением как выхватить пистолет и существует два метода выхватывания оружия один из них когда мы накладываем руку формируем здесь хват и выхватываем второй вариант когда вы тремя пальцами просто выхватываем пистолет в любом случае когда вы поставили на руку на рукоятку пистолета хват уже должен быть сформирован а чтобы его сформировать как это легче сделать вы должны всегда вставляя пистолет в кобуру вкладывать его несмотря на кобуру только тогда вы научитесь понимать где находится ваша кобура понимаете это быстрее научитесь если каждый раз вы при вкладывании пистолета вставляете пистолет в кобуру и смотрите на кобуру у вас не получится вытащить его быстро понимаете если вы неосознанно смотрите на кобуру значит вы не понимаете где она находится если вы не понимаете где она находится то при выхватывании вы не понимаете где находится рукоятка пистолета это мозг так работает я лучше стрелять мозг они они руки и тела потому что мозг отправляет вашим рукам и телу все сигналы которые должны получиться теперь при вытащили пистолет когда вкладываете эта рука должна обязательно быть здесь многие спрашивают где размыкать хват размыкать хват нужно там где вы смыкаете хват то есть если вы формируете хват здесь то и размыкать нужно здесь они вот здесь вот так то есть выстрел допустим сделали размыкаете хват вставляете пистолет какая кобура тоже многие спрашивают удобно неудобно нужно заниматься с той кобурой которую вы будете использовать если военная это допустим обязательно всегда должна быть кнопка если там гражданская то это кожаная обычно да внутренние не внутренние но с любой кобуры вы должны быстро выхватывать еще один факт при выхватывании обязательно вы должны поднимать плечи и оба плеча должны поднять для чего если мы пытаемся в их выхватить пистолет не поднимая плеча многие знают что нельзя поднимать плечо пристрелить плечи при стрельбе да и поэтому пытаются выхватить пистолет не поднимая плечо чтобы изначально быть готовым также вы вытянуть неправильно вам приходится если вы не поднимаете плечо приходится тянуть руку в сторону из отсюда очень сложно вытащить кобуру тем более когда кобура пластмассовая ну это труднее сделать легче вытащить кобуру когда пистолет когда ровно вверх выходит поэтому вы выхватываете выхватывать нужно так оба плеча поднимайте и смотрите что происходит просто поднимаю плечи не поднимаю рук практически уже руки на кобуре то есть если если еще чуть задействовать руки вот обязательно поднимайте подняли и вот здесь уже отпускаете плечи для чего отпускаются плечи я говорил почему нельзя поднимать в каких-то предыдущих роликах можно посмотреть но ни в коем случае не стреляйте с поднятыми плечами потому что начнется триммер теперь линия прицеливания когда вы смотрите когда вы выносите оружие частая проблема бывает человек пытается вот так из подлоги смотреть прижать подбородок к телу это происходит вследствие того что вы недостаточно высоко поднимаете пистолет вы подняли пистолет на какой-то уровень на который можете поднять не поднимая вот так плечи да и потом приходится вам глазами искать поджиматься нельзя так делать во первых потому что меняется прицельная линия и прицельной картинку трудно собрать во вторых глаза у нас не круглые глаза у нас овальные вот так смотреть им неудобно плюс у вас очки одеты которые дают искажения если вы военнослужащий у вас одета баллистическая маска которая дает очень сильное искажение и а прицельные приспособления они мелкие и прицелиться хорошо очень сложно и когда вы отпускаете челюсть прижимаете челюсть к телу отпускаете как так сказать голову то у вас напрягаются шейные мышцы тоже нежелательно вы должны быть полностью расслаблены как это научиться возьмите просто оденьте кепку вот так как можно ниже да возьмите так чтобы она ну на начальном этапе чтобы она именно было там было видно мишень но не было видно выше мишени и когда вы вытащите оружие и попытайтесь нагнуть голову вы не увидите мишень то есть кепка закроет мишень поэтому вот так очень быстро научиться гораздо быстрее и почему эта рука должна быть здесь еще скажу выхватывая оружие возможно там по вам ведется огонь да какой то если вы военнослужащий или полицейский или там сотрудник то пуля пробив руку она не пробьет уже грудную клетку если это пм там или ярыгин да практически гарантированно не пробьет второе вас могут попытаться ударить ножом то попадут в руку так же до сердца до жизни наложенного органа не дойдет предмет которым хотят вас убить или ранить а на данного ну кто-то скажет что если повредили руку перезарядить нельзя то если повредили при повреждении право левой руки можно просто вытащить и перезарядить об ремень или от брюки жить заходите перезарядиться и в коем случае об туфли там об это не надо перезарядить именно об ремень спокойно и и как легко и спокойно поэтому вот такие ошибочки научиться стрелять это очень легко ребят главное все понять все поймете когда для вас не будет никаких проблем а и самое важное вот сейчас скажу при выхватывании думайте что вас хотят убить что от того как быстро вы выхватите от этого зависит ваша жизнь потому что многие стоят и вот и вытаскивают вот так но надо представить что вам это нужно сделать очень быстро и учитесь по шагу то есть поставили сначала и кнопку прожимаем сразу потом уже учитесь выносить и все вы должны очень быстро стараться делать то есть не просто так вот мне отправляют видео человек стоит там снимает предохранитель и вот так направляет нет такого не должно быть всем кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь делитесь в соц сетях с вами Марат и Ярослав который снимает это видео и делает монтажи спасибо большое